действие и бездействие самая большая проблема абсолютного большинства людей это как заставить себя действовать в нужном направлении и как продолжить свое действие как завершить начатый проект как не бросить его посредине пути но это уже продолжение а самое главное как начать все таки действовать как вот и очень много можно найти в интернете в литературе различного рода способов по поводу того какие можно применить методики навыки практики для того чтобы начать это делать то есть прямо конкретно есть упражнения и так далее вот сегодня я поведу свою речь о том что как правило все подходы которые даются они имеют а право на жизнь но они не работают у большинства людей почему потому что причины для бездействия и для того что действие не начинается для многих людей абсолютно различные я разберу сейчас четыре основных вариантов зависят они от уровня а прогрессирование человека от уровня его интеллектуального развития вот от уровня его образования знания от уровня его активности вообще в деятельности повседневной вот и какие же это четыре причины первая причина это лень вторая причина отсутствие боли третья причина ступор перфекциониста и пятая ой и четвертая прокрастинация вот надо последние термины не совсем понятно да для большинства людей но я сейчас все поясню самого начала давайте возьмем такое понятие как лень что такое лень человек не может начать действовать потому что ему лень так вот многие неправильно понимают саму концепцию лень лень это не нежелание что-либо делать а желание не делать то есть это довольно таки но так активный процесс это процесс активного противодействия действию то есть вот нужно что-то делать но человек активно не хочет этого делать активно то есть он не то что не может начать он не хочет этого делать это крайняя степень это деградантство высшей категории когда человек настолько запустил себя что воспитал в себе данное качество она не появляется а мгновенно больше того скажу она вообще не появляется она не присущи человеку ребенок не рождается с чувством лень и наоборот он инициативе на такте он в поиске он учится что-то делать постоянно осваивает новые навыки когда становится немножко постарше он с почемучкой становится на сумме спрашивает интересуется то есть меняйте он активный активный в том чтобы действовать человек который ленивый он активный в своем бездействии кто его научил только он сам только он сам может это выработать как себе потому что это не я говорю еще раз это не присущие человеку а форма время времяпрепровождение и бездействие изначально не заложен вот скажу сразу что она воспитывается данные качества каким образом не появляется да молниеносно это длительный процесс длительность его в том в том форме то есть это формируется таким вот образом что человек не делая что-то тренируется как это не делать если вы считаете что вы однажды можете сказать себе что а вот с этого дня я начну там делать то-то то-то а всю жизнь свою предыдущую активно тренировали не делами данного процесса то вы натренировали себя как его не делать как научить себя не делать это вы стали специалистом по недеянию воспитали себе лень в данном качестве все начать будет очень трудно поэтому запускать это нельзя потому что деградировать в этом плане легко обратно восстановиться практически невозможно в организме человека почти ничто не может восстановиться полностью если процесс перешел а хроническую патологию это как касается опорной системы там любой системы в том числе и нервной системы и в том числе и интеллекта и психики можно пытаться что-то затормозить что-то вернуть но восстановить полностью будет уже нельзя поэтому саму и детство нужно себя воспитывать вернее если вы не можете себя воспитывать но если у вас есть дети то самого детства и воспитывать надо не лениться обязательно это надо научить их делать вот и себя в осознанном с возрасте нужно научиться не лениться потому что лень она тоже еще делится на две категории первое это когда вы лените сделать какие-то конкретные вещи то есть не хотите делать конкретные вещи есть лень когда делать лень абсолютно все это уже тотальная лень когда обратного пути практически уже как такового нет вот вторая тема это отсутствие боли но это другая вещь здесь на самом деле человека может желать что-то начать действовать то есть как начать делать то есть он даже приходит к выводу что некоторые вещи он хотел бы поменять и вот хотел бы начать делать то-то или сета но у него если мотивация есть это хватает с запала только на старт на продолжение уже не хватает либо у него если вашей мотивации нет он просто на уровне логики понимает что нужно как бы действовать до в этом направлении что надо бы вот освоить вот это вот надо бы научиться вот чему-то тому неплохо бы знать английский язык там да неплохо бы там подкачаться или похудеть там и все но не хватает воли чтобы начать действий и или продолжить вот это вот отсутствие боли на как таковое из когда есть либо мотивация либо понимание что надо но человек не может либо начинает и не может закончить только по этой причине это отсутствие воли дальше на более высоком уровне саморазвития у человека то есть когда человек действует активно в разных направлениях досвоил много различных навыков вот у него может быть причина бездействия совсем другая это так называемый ступор перфекциониста у этого человека есть и более и нету лени а вот действовать начать он все равно не может но это не всего касается некоторых вещей и кто-то сам человек я вам сейчас его но там рисую что не человек это человек который постоянно находится в процессе освоения каких-то новых навыков ему для начала действия для начала какого-то проекта всегда не хватает какой-то мелочи либо еще какого-нибудь курса уж надо пройти там освоить либо вот появилась какая-то новая технология нужно применить то ему нужна какая-нибудь аппаратура последняя сам либо что-то еще в конце концов он запускает процесс этот настолько что самый индульгирует в своем над откладывание в начале действия а постоянно постоянно не может начать только потому что у него чего-то не хватает как ему это кажется на самом деле у него все для этого есть у него есть и все волевые качества все есть ему нужно только начать сам действовать но он не может не может потому что ему кажется что он не сделает это идеально а ему хочется сделать это очень хорошо очень хорошо вот и последнее это страшная вещь это прокрастинация ну во-первых я поясню а кстати что такое перфекционизм перфекционизм это желание сделать все наилучшим образом наилучшем виде то есть по высшему разряда чтобы было понятно что же такое сейчас про прокрастинацию что такое прокрастинация прокрастинация это когда несмотря на то что есть необходимость что-то сделать прямо реально иногда вплоть до жизненной то есть от этого может даже зависеть жизнь человек не может начать им действовать ну на самом деле я сказал что это на высшей степени развития до возникает я именно про такую прокрастинацию буду говорить потому что на самом деле если вот четко придерживаться термина то прокрастинация может вообще возникать на уровне линии да то есть человеку ленив не подняться хотя он лежит под кокосовой пальмой например и в любой момент кокос может упасть и вот уже рядом упал до в полуметре и вот уже в должен час упасть и мы следующий не он значит упадет но ему лень это как в том анекдоте про кота что ему настолько лень двигаться что он даже когда лапой наступает себе на гениталии на подборе кричит а лапу ему и снять лень вот это вот примерно из твоего топора вот второе то может быть на уровне отсутствия боли тоже то есть человек знает что предположим если он не начнется действовать то он потеряет но средства к существованию должен вовремя завершить какой-то проект иначе он будет уволен сам с работы и всякую прочую но натягивает до последнего не может собраться начать действовать все это тоже прокрастинация я не про такие виды про станции говорю потому что видите их можно в итоге не привести к вот этим двум низшим со ступеням я говорю про прокрастинацию высшей категории кто же такой прокрастинатор в высшей категории нет ипостаси своей этот человек план человек гипер план человек мега план у этого человека есть масса проектов масса задач они все сегментированы детализированы он вечный креатор он постоянно создает новые темы какие-то проектом генератор массы идей которые пытаются воплотить у него есть масса гаджетов где у него записаны там различного рода сроки напоминалки разбиты по деталям и по пунктам как надо воплощать различного рода задачи и постоянно каждый день появляются новые задачи новые новые кроме того у него масса записных книжек вот у него есть outlook вандерлист и вернул ты так далее то есть хорошие штуки в принципе да но все его задачи и все проекты существуют только в написанном виде вот в этих вот вещах не из-за того что их огромное количество колоссальное и он понимает что их все надо делать но и вот из-за этого огромного количества планов никакие планы не воплощаются либо они все начаты и очень далеки своего завершения он постоянно пересматривает свои планы дополняет каждый вечер он их перестраивает потому что план построенный на день имеет 20 тысяч пунктов которые конечно не выполняются он постоянно переносит задачи откладывает сроки и он постоянно недоволен собой потому что все проекты велики от своего логического завершения хотя все они великолепны его коллеги могут даже считать его гением что он столько всего волочит одновременно столько пытается сделать всего но он собой недоволен сам потому что он так захлонился в своих своих планах так усложнил их что если даже просто забросить их все и начать реализовывать их все ему не хватит и 10 жизни если он будет также действовать эффективно в кавычках как действовал до сих пор вот это вот самая большая а проблема на высоком интеллектуальном уровне развития для любого человека не стать прокрастинатором человеком мега планом вот так вот видите для разного для кстати не хочу над обидеть никого на самом деле все три типа господи 3 все четыре типа они на самом деле не всегда разделяются полностью есть конечно в чистом виде существовать они там в отдельных личностях смогут но как правило сочетаются даже человек с высочайшим интеллектуальным типом в развитии может иметь где-то воли предположим он там и прокрастинатор выполнение каких-то сам проектов в области маркетинга или чего-нибудь еще но у него не хватает воли или присутствует лень а плане физического развития то есть в разных метабластях факторы которые не дают ему действовать да они могут быть совершенно различные вот то же самое вообще касается а абсолютно всех вещей то есть как правило все это сочетаемое даже в одной но то области но в разных самых проектах эти вещи могут сочетаться поэтому не столько это зависит от интеллектуального развития хотя к этому безусловно не привязана потому что генерации лени она способствует деградации человек со временем даже ленится думать но не всегда то есть сочетание наиболее часто и вероятно так вот для борьбы вернее не борьбы а для выбора пути там где нет вот этих самых помех и где вы эффективны в полной мере существуют совершенно разные способы их объединять между собой нельзя как это делать я расскажу в отдельных видео кастах отдельных совершенно а потому что это довольно большая тема я отдельно расскажу как уйти на так лени отдельно расскажу как правильно воспитать волю расскажу вам как избавиться от ступора перфекциониста и вы узнаете как избежать прокрастинации все это безусловно поможет вам быть эффективными потому что именно выбор правильного способа для каждого конкретного проекта а вы видите но то узнали себя да наверняка причем узнали себя в разных ипостася как я сказал кто-то в области физического развития понял что ему воли не хватает кто-то в в области там отведение бизнеса или чего-нибудь еще понял что ему не хватает предположим ну то есть сбежать нужно со ступора перфекциониста кто-то видит что он стал типичным на самом деле прокрастинатором ну а кто-то видит что он лентяй вот кстати самые ниши это вот как ипостась лень с ней бороться хуже всего хуже всего потому что это деградация я сказал и стадии деградации вверх подняться очень тяжело воспитать волю проще уйти от ступора перфекциониста элементарно вообще вот что касается прокрастинации здесь немножко посложнее вот но я вас всему этому учу а знаете почему я про все про это хорошо знаю ну кроме лени потому что все эти вещи были присущие мне где-то в каких-то местах они бывают надо присущими и до сих пор но я научился вот избегать этого у меня как я думаю все хорошо получается именно благодаря тому что я понимаю что с разными вещами нужно поступать абсолютно по-разному для меня больше были характерны именно ступор перфекциониста довольно долгое время и прокрастинация которую я сумел победить ну наверное вот только за последний год в полной мере как я считаю хотя но подголоски они всегда пытаются появиться такие и эти вещи всегда всю жизнь будут пробовать вас на вшивость проверять всегда есть не будет такого если вы научились однажды там где-то чему-то то все но ты сбежите навсегда и проблем сам связанных с этими вещами это как нельзя рассуждать так что если вы там однажды накачались то эти мышцы сохраняться все время даже если вы ничего не будете делать нет всегда ваш организм будет проверять вас на вшивость и на прочность вам всегда придется чтобы быть в форме постоянно держать себя в тонусе и здесь тоже самое должны будете выявлять в себе вот эти проблемные места но уже зная как правильно действовать будете легко достигать результаты ну вот вам рекомендую подписываться на мои каналы на ютубе и на саундклод также посещать мои сайты там есть форма подписки на рассылки бесплатные не часто появляются ссылки вот на такого рода подкаст если вам они понравились обязательно посещать это корректура точка ру доктор шилов точка ком буду шин точка рубля блог точка ру ну и назову еще макевара точка ру это для тех кто занимается спортом единоборствами боевыми найдете много там всего интересного а также кстати есть интересное сообщество называется а называется кухонный философ есть это сообщество есть эти сообщества скажем так во всех абсолютно социальных сетях в одноклассниках вконтакте на фейсбуке на mail.ru в моем мире очень везде просто берете кухонный философ и там все найдете удачи друзья и до встречи не ленитесь